Итак, друзья, это невероятно, невероятно! Это наш крепкий орешек, самый прочный, самый неубиваемый телефон. С ним мы делали разное, мы с ним делали страшное, а ему всё ни по чём. Он работает, а на нём не царапит. И вот смотрите, мелкий песок, это же всё, это смерть для вашего телефона или для смартфона, а здесь высочайшая степень защиты. Всё герметично, всё надёжно, противоударный, влагостойкий, даже огнестойкий телефон. Вот этот здоровый, мощный аккумулятор, знаете, сколько он может работать без подзарядки? 7 недель! Только представьте себе, 7 недель это 2 месяца. 2 месяца без зарядки может обходиться ваш телефон. Сколько может продержаться ваш аппарат? День, два, ну максимум неделю. И всё. А это 7 недель, то есть в 7 раз дольше. Самый мощный аккумулятор телефонный, который я когда-либо встречал. Самый неубиваемый корпус у этого потрясающего телефона. Итак, друзья, крепкий орешек, заморожен напрочь, в толще льда находится, под глыбой льда, просто экраном. Экраном, кажется, вверх. Да, абсолютно верно, экран вверх. То есть сейчас я буду разбивать на ваших глазах молотком. Здесь на столе уже дощечка у нас не выдержала, треснула. И посмотрим, выдержит ли наш телефон. Готовый прямой эфир. Возможно, всё. Вот сюда буду бить, прямо в экран. Итак, раз, два, три. Итак, что произошло, друзья? Смотрим внимательно. Мы разбили лёд, но телефон-то целый. Единственное, он замёрз, я не могу клавиши нажать сейчас никак, потому что замёрзшие клавиши. Видите, льдом покрытый. Но у меня есть решение, есть решение. Я сюда сейчас бросаю в эту металлическую миску наш телефон, затем беру специальную горючую жидкость, поливаю этой жидкостью наш телефон. Что делаю дальше? Дальше я хочу его поджечь. Я его хочу поджечь и посмотрим, выдержит ли он. В прямом эфире находимся. Раз, два, три. Огонь горит, телефон работает. Попробуем его потушить и проверить, насколько он сцел, насколько он может устоять. Смотрите, экран светится, всё хорошо, даже под водой он работает в огне. Смотрите, вы видите? Вы видите это, друзья? Под водой работает наш телефон. Два пропущенных вызова, то есть и в толще льда он тоже работал. Не вытаскиваю его отсюда, могу достать и показать просто. Видите? Всё с ним хорошо, с ним всё в порядке. Могу вызов обратный сделать. Вот звонил нам телефон один, сейчас должен зазвонить второй. Посмотрим, произойдёт ли чудо. Если да, то надеюсь. Да, всё работает. Посмотрите, работает. Оба, оба телефона работают безо всяких проблем. Они неубиваемые. Мы пробовали делать с ними самое-самое страшное. Мы пытались и наш телефон раздавить автомобилем в ледяной жиже в этой. Проехали двумя колёсами, и что бы вы думали, ничего, ни царапины. А экран, кстати, был вверх положен. Таким образом, мог треснуть в любой момент. И этого не произошло. Почему? Потому что у него высочайшая степень защиты. Только представьте себе, неубиваемый телефон. Забудьте о зарядке. Семь недель может работать без проблем. Забудьте о страхе, что он упадёт и вдруг, не дай бог, разобьётся. Он не разбивается, он целый. Я делать это могу прямо специально. Посмотрите, как он скачет. Он просто подпрыгивает, делает невероятные пируэты. И при этом, друзья, продолжает работать. Он цел, он в порядке. Видите, экран в порядке. Здесь ни царапин, ни на корпусе, нигде. Всё, абсолютно целый рабочий телефонный аппарат. Но нам показалось этого мало. Мы считаем, что этого недостаточно. Итак, прямо сейчас мы сделаем настоящее испытание. Мы устроим ему испытание. Самое тяжёлое, что есть в этой студии, это, конечно, я. Посмотрите, я вешу 109 килограммов, почти 110 килограммов с этим телефоном. Что я буду делать? Убираю в сторону весы, беру дощечки, вот такие деревянные дощечки. Всего две, они жёсткие, они настоящие, они не мягкие. Слышно, да? Дальше я кладу сюда наш телефон, друзья. Кладу сюда телефон, вторую дощечку сверху кладу на него. И посмотрим, выстоит ли этот телефон под таким прессом, как я. Итак, одну ногу, вторую ногу. Всё, я балансирую на этом телефоне. Давлю, давлю изо всех сил. Вы видите, друзья, я стою, руки, вот они, не держусь руками. Не держусь руками. Всё очень шатко, очень валко, но я давлю изо всех сил. А теперь я предлагаю по-настоящему, по-настоящему проверить прочность этого телефона. И раз! Я прыгнул на него, но мне кажется, этого мало. Ещё разок прыгну, прыгну ещё разок, друзья. Оп, оп, со всех сил, давил изо всех сил. А теперь посмотрим. Посмотрим, что тут могло остаться. Могло ли вообще что-то остаться от этого телефона, который здесь у нас лежал. Лежал, который я давил изо всех сил. Ну что, готовы? Я готов. Раз, два, три. Теперь ничего. Абсолютно ничего не произошло. Цел и невредим. Вы видите, досочки ломаются, дощечки просто разлетаются на части, а телефон цел. Камера цела. Дисплей целый. Всё. Он идеален. Итак, друзья мои, посмотрите, пожалуйста. Мы взяли более жёсткое испытание. Мы взяли металлический телефон наш, неубиваемый. Просто-напросто положили его на асфальт и проехали уже тяжёлым, тяжеленным автомобилем. Днедорожником по этому телефону. Я хочу напомнить, вы получаете за эти деньги, во-первых, неубиваемый телефон. Зарядки у него хватает на 7 недель, это 2 месяца. И ещё плюс ко всему, бесплатная доставка. Оплата только при получении. Не надо сейчас платить. Просто позвоните и закажите. Звонок абсолютно бесплатный. Но это ещё не всё. Этот телефон ещё и невероятно функциональный. У него, например, есть фонарик, который может быть и подводным. Подводный фонарик, друзья. Вот он светится, вот он на суше. А вот он в воде. Всё, легко. Работает как на суше, так и в воде. Можно даже кусочки льда сюда опустить, и ему это всё нипочём. Дальше. Здесь есть ещё и фотокамера, чтобы вы не подумали, что один у нас телефон какой-нибудь бронированный, а остальные так себе. Нет, вполне себе рабочие все телефоны. Открываю. Вот она, фото и видеокамера. Вот можно фотографировать тот телефон, который есть. Всё. Всё. Два месяца без подзарядки. Может работать этот телефон до двух месяцев. Можно на месяц уехать на море, взять с собой этот телефон, но не боится воды. Можно брать его на пляж, можно купаться с ним под водой. Можно делать снимки под водой, например, где-нибудь отдыхаете. Красивое море. Всё. Всё, ракушки. Всё это можно сделать. А если ваш муж говорит, что я уехал на рыбалку, и у меня сел аккумулятор в телефоне, дорогая, не мог с тобой связаться, у меня нет розетки там. Окей. Теперь он не сможет так отговариваться. Такие отговорки больше не пройдут. Два месяца без зарядки. И даже если ваш телефон, когда вы готовили и отвечали на вызов, уронили его случайно, просто уронили в кипящий суп. Вы же видите всё. Вы же видите всё своими глазами. Он работает. Это же не картинка. Это видео. Видео. Изображение. Промыли его под водой проточной, и всё. А звонок-то он принимает. То есть ничего с ним не произошло. Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались. Этот телефон, друзья, работает и будет работать как минимум два месяца от одной зарядки. Это ли не чудо? Это настоящее чудо, друзья. Это настоящая сказка. Смотрите. Лёгким движением руки я могу включить, выключить телефон. Видите, я включил оба телефона. Сейчас они загорелись. Один чуть быстрее, другой чуть дальше. Один из них был просто в воде. Это вот этот. Второй был в толще льда. Мы его топили, мы его жгли, мы его морозили. И мы даже, я на нём сам прыгал даже лично, и ничего не произошло. Ни с тем, ни с другим. Вы видите хоть немного разницы? По-моему, они абсолютно одинаковые. Эти телефоны не боятся ничего. Давайте посмотрим, какие ещё функции здесь есть. Кроме фотоаппарата. Здесь есть музыкальный плеер. Здесь две сим-карты. Здесь музыкальный плеер. То есть есть слот для карты памяти. Дальше будильник, календарь, калькулятор. Даже книжку можно электронную почитать. Только представьте, какой безграничный, какие безграничные возможности открываются. Вот видите, электронная книга, так и написано по-русски. Есть галерея, можно фотографии любимых смотреть. Радио можно слушать. Всё, что захотите. Медиаплеер, диктофон. Вот, ну всё, абсолютно всё, что должно быть в телефоне. И даже чуточку больше. Плюс неубиваемый корпус. Это не просто металл. Это специальные пластины, специальный сплав, который используется при постройке космических кораблей, друзья. Мы можем его прямо взять и поджигать. Вот прямо сейчас я подожгу. Вот так вот. Смотрите, я его жгу. Я прямо вот его жгу. Он только сохнет, и с ним ничего не происходит, друзья. Понимаете? Это нереально. Супервысокая защита. Самая высокая, на мой взгляд, защита телефона. Такого прочного телефона я не видел никогда в жизни, друзья. Обратите внимание, он прорезиренный. Он ударостойкий. Ему вообще всё ни по чём. Только представьте, с какой силы я на него прыгнул. 110 килограммов только. Это невероятно. Просто сказочно. Вы можете делать всё. Всё. Абсолютно всё.